Вы смотрите программу «Губернии» и вот главная тема выпуска. Волонтерский штаб ежедневно обращаются мобилизованные члены их семей. Общественные помощники оказывают консультативную помощь, решают юридические проблемы и не только. Первый очередной вопрос – это финансовый вопрос. Как они будут выживать без мужей? Глава региона озвучил, финансовая поддержка будет. Подробности в сюжете. Неприятный сюрприз для жильцов с улицы Рафаковской. Их дома с вековой истории выпали из программы на капитальный ремонт кровли. Проектно-светная документация значительно превысила предельную стоимость ремонта кровельных работ. Разница составила в несколько миллионов рублей. Почему так получилось и что ивановцам посоветовали в фонде капремонта, мы и расскажем. В области уже как минимум семь собак-поводырей. Лабрадоров-ретриверов для ивановцев готовила спецшкола в Купавне. Это очень преданные, спокойные собаки с высоким интеллектом. Они могут принести трость, предупредить о препятствии и просто побыть рядом, когда одиноко. Это не питерская парадная, это ивановский подъезд. 3D-картины на стенах жительница 8-й Минеевской рисует просто для души. В этом выпуске мы познакомим вас с художницей. А также не пропустите, золотой разбой и кровавый след вынесен приговор ограбившему ювелирный магазин. Смертельное столкновение, хроника дорожных происшествий. Переправа на ремонте и почему не видно строителей на мосту через речку Казаху в Кинишме. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. В Ивановской области указом президента введен режим повышенной готовности. Но сейчас на нашей с вами жизни это не отразится. Итак, на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение. На территории ЦФО в ряде регионов, в том числе и у нас, введен уровень повышенной готовности. Это дает право губернаторам усилить охрану общественного порядка и ряда объектов жизнедеятельности, включая транспорт, энергетику, коммуникации, связь. Кроме того, главы регионов вправе вводить ограничения движения транспортных средств и право их досмотра. Как нам сообщил источник в региональном правительстве, на данный момент никаких ограничений в Ивановской области не вводится. Специальных решений на этот счет не принимали. А все задачи по обеспечению безопасности и устойчивости экономики в социальной сфере продолжат реализовываться в рабочем режиме. В штаб волонтеров мы вместе с рабочим визитом приехал глава региона. Проконтролировал работу по оказанию поддержки мобилизованным и их семьям. Сделал важное заявление. Подробности у Ирины Афониной. В штабе волонтеров ждали губернатора и параллельно решали ежедневные вопросы, которые волнуют сегодня и мобилизованных, и их близких. Места маловато, неравнодушных помощников много. В штабе мы вместе занимаемся консультациями. Нам много приходится консультировать людей, которые получают повестки. Их семьи звонят жены, звонят мамочки. Поэтому вот здесь записана консультация. Мы будем сегодня их консультировать. Станислава Воскресенский интересуется, какие вопросы задают и сколько. Вот, например, обратилась к нам мама. У нее трое деток. Ну, жена мобилизованного. И рассказала о том, что у нее сейчас сложный период. Две недели они не получают денежные средства. Неизвестно, когда они будут. И попросила помочь продуктами. Сегодня обещали отвезти. Ольга Федосеева подтверждает. Финансовый вопрос первоочередной. Заработную плату Минобороны перечислить не раньше ноября. Станислав Воскресенский приехал в штаб уже с готовым решением. Подтвердил. Проблема волнует и жены мужей. В этой связи мы, конечно, обязаны просто ребят поддержать в данном случае. Мы приняли такое решение. С сегодняшнего дня всем мобилизованным на территории Ивановской области будет выплачиваться 50 тысяч разово. Выплаты мобилизованным будут производиться автоматически без бюрократических проволочек. Сотрудникам социальной службы дано поручение взять списки мобилизованных в военкоматах. Банки сейчас открывают вторые карты на тот же счет, который есть у ребят. Они прям приезжают по заявлениям. Могут выехать в военную часть. И ко всем обращаюсь. Всем, на самом деле, людям из власти. Неважно, регионально, муниципально. Сейчас надо сделать все, чтобы во внимании были семьи. Галактион Кучава организовал центр «Мое право», где работают студенты юрфака и оказывают юридическую помощь мобилизованным и членам их семей. Самые многочисленные обращения, призванных на службу, связаны с их здоровьем, с необходимостью провести медицинскую комиссию. Здесь уже самостоятельно гражданин может написать обращение с просьбой на основании закона о мобилизации закона воинской службы и воинской обязанности обратиться на имя военкома, на имя военного прокурора, на имя гражданской прокуратуры и на имя главы региона, если ничего не решается. В стадии рассмотрения федеральный законопроект об отсрочке от мобилизации отцов, воспитывающих троих несовершеннолетних детей. Такие обращения поступают, их приходится решать в индивидуальном порядке. Много заявлений от мобилизованных по поводу кредитных каникул. Зачастую процесс отправки в учебную часть решают весьма оперативно, и человек не успевает написать заявление. Эту проблему также юристы решают индивидуально. Встречаются с членами семей, составляют заявление. Ирина Афонина, Иван Сахаров, телекомпания «Барс». Отразили 12 атак, поразили технику и живую силу противника. Минобороны опубликовали кадры работы подразделений воздушно-десантных войск в зоне военной операции. Сначала военные обнаружили замаскированную бронетехнику и разведгруппу ВСУ в лесополосе с помощью беспилотников. Далее бойцы ВДВ свели цель для артиллерии и нанесли удары ракетными комплексами. В результате обстрела противник потерял часть личного состава, 6 танков, 8 бронемашин и другую технику. Несмотря на численное превосходство, полк сдержал контрнаступление ВСУ и отразил 12 атак. Находясь на передовых позициях, под непрерывным огнем артиллерии противника, руководил обороны полка. При попытках прорыва неонацистов в многократном численном превосходстве. Подчиненный личный состав полка, проявляя мужество и героизм, отразил 12 атак противника. Противник при этом понес критические потери вооружения в личном составе. В последующем отказался от дальнейших действий. На сайте Ивановской администрации опубликовали очередной список строений, которые исключили из региональной программы капремонта. Есть они и в центре города. Больше всего на улицах Жугина, Станиславского и Суздальской. Всего 18 домов, а в области таких более 200. Почему дома не ремонтируют капитально и как жильцам сохранить крышу над головой, выяснял Владимир Еремин. Капитального ремонта крыши не будет. О неприятном сюрпризе в октябре узнали ивановцы, проживающие в двух корпусах 8-го дома на улице Рапфаковской. Их ветхие постройки, расположенные за особняком Зубкова, еще пять лет назад отметили свой вековой юбилей. Ремонт крыши был запланирован в 2022 году, но так и не сделан. Компания по капремонту говорит, что у них нет денег. Куда же наши деньги уходят? Дом в ужасном состоянии. Управляющая компания ничего не делает. Подъезд лет сто ремонта не видел. Крыша течет. Стены в квартире покрываются плесенью. Значит, плати им вовремя, а денег нет на ремонт. Техническое состояние своих построек собственники оценивают как критическое. Срочная помощь строителей, говорят, просто необходима. Кровля давно перешагнула крайний срок эксплуатации. Жильцов власти обнадежили, что до конца года крышу точно обновят. А через 8 лет займутся капремонтом фасада. Этот четвертый корпус был построен еще в 1917 году. Общая площадь более 1100 квадратных метров. Прошло более 100 лет, а оно почти как новое. По документам значится, что износ этого здания всего 55%. Некоторое время назад реконструкция крыши четвертого корпуса обошлась бы в 5 миллионов рублей. Сегодня ремонт кровли оценили около 8. Цифра подросла почти наполовину. Недостающую сумму, с учетом долга, жильцам придется собирать не один десяток лет. Аналогичная ситуация в соседнем восьмом корпусе. Капремонт кровли, согласно смете, и вовсе зашкаливает. Стоимость подрядных работ вместе с материалами подскочила на 140%. Вместо двух с лишним миллионов рублей насчитали больше пяти с половиной. Впрочем, это не все неприятности, которые скоро ждут жильцов с худой крышей. При оплате квитанций управляющая компания работает в рамках собираемых денежных средств. Если их включили из капитального ремонта, то, соответственно, затраты уже будут гораздо больше. В списке домов, которые обслуживает УК «Варго», сейчас порядка трехсот зданий. Ста из них по разным причинам в капремонте отказали. Вернуться в программу у жильцов не получилось. Есть один дом, допустим, первая, Талицкая. Там вообще у них просто их исключили, потому что не хватило у них денежных средств, превышение предельной стоимости. А насколько мне жители сообщили, всего лишь 42 тысячи не хватило. Если дом выпал из программы, то жильцам говорят, выгоднее вернуть деньги. Фонд капремонта компенсирует уплаченные суммы согласно квитанциям. Чтобы все же попасть обратно в программу, есть два пути. Провести ремонт дома за свой счет собственникам квартир или согласиться на больший ежемесячный платеж. Как практика показывает, если речь идет о нескольких миллионах рублей плюсом, ни то, ни другое условие не работает. Те дома, которые хотели бы обратно в программу, они имеются. Вот в этом году, как я знаю по информации, порядка их 70 домов, те дома, которым мы делали расчет или помогали, скажем так, некоторыми советами в плане ремонта и снижения процента износа. Но пока еще в этом году дома не вернули. По информации фонда, включиться вновь в областную программу капремонта в этом году ни у одного дома не получилось. С января были исключены около 240 объектов в регионе. В прошлом отказали более 600 домам. Это постройки, где менее 5 квартир, со степенью износа более 70% или где смета дороже предельной стоимости. Владимир Еремин, Максим Шишкин, телекомпания БАРС. Оставить дом в программе капремонта или исключить решает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства. Для этого собственникам квартиры в домах, исключенных из программы, необходимо обратиться с письменным заявлением. Ценовую планку капитального ремонта для конкретно взятого многоквартирного дома рассчитывает департамент ЖКХ. Если сумма проектной сметы на несколько тысяч рублей и будет выше предельной стоимости, то дом автоматически выходит из программы на капремонт. Чтобы попасть обратно, необходимо обратиться в фонд капремонта или в местную администрацию. Если здание имеет признаки износа более 70%, то собственники могут организовать какие-то ремонтные работы и этот износ таким образом уменьшить. После этого они в заявительном порядке обращаются в муниципалитет, который уже направляет всю информацию далее в департамент ЖКХ, и там уже принимается решение о включении, о вновь включении в программу. Долгожданное возвращение ребенка к маме после двухмесячной разлуки. Драматичная история приключилась с бывшими супругами в Иванове. По решению суда, девятимесячный сын остался жить с матерью. Однако отец с этим не согласился и похитил малыша. Долгое время приставы не могли установить местонахождение самого мужчины. Сутками караулили у квартиры. Судебным приставам по розыску наконец удалось найти, где скрывается горе отец. В течение двух месяцев он прятал ребенка в запертой квартире, при этом ни разу не выводил на прогулки, врачам также не показывал. Поэтому опрос соседей не привел к успеху. Отца с младенцем они ни разу не видели, ни о чем не подозревали. Когда же мужчина отключался из дома, с ребенком приходила сидеть бабушка. Наконец, однажды утром приставам удалось попасть в квартиру и после долгой разлуки малыш оказался в объятиях мамы. Процесс передачи ребенка тоже был достаточно сложный, поскольку попав в квартиру, должник взял ребенка на руки и отказался передавать его добровольно. Сначала он вел себя несколько агрессивно. В отношении его был составлен протокол по административному кодексу. Но в итоге ребенок был передан матери. 11 лет проведет в тюрьме разбойник, ограбивший ювелирный магазин на Лежневской улице в Иванове. Дерзкий налет был совершен летом 2020-го. На тот момент в тренде были медицинские маски. И преступники помимо них надели на головы капюшоны, а на руки – перчатки. Угрожая сотрудникам магазина, один из них направил на директора предмет, похожий на пистолет. Второй – молотком разбил витрины, в которых находились золотые браслеты. Налет был настолько дерзким и стремительным, что приехавшая охрана застала только испуганных продавцов. Добычей злоумышленников стали ювелирные украшения на сумму более 800 тысяч рублей. Забирая драгоценности, один из них поранился и оставил кровавый след на двери магазина. Это и позволило оперативно установить его личность, поскольку ранее он отбывал наказание в местах лишения свободы за аналогичное преступление. И его данные были в базах правоохранительных органов. Им оказался 49-летний уроженец Дагестана. Ивановские оперативники задержали его в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь во Владивосток. Часть похищенных золотых изделий была изъята и возвращена владельцу. На днях в гости с юга суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима. А вот подельник до сих пор в бегах. Правоохранители не оставляют надежд привлечь его по всей строгости закона. Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. В области уже как минимум 7 собак-поводырей. Лабрадоров-ретриверов для ивановцев готовила спецшкола в Купавне. Это очень преданные, спокойные собаки с высоким интеллектом. Они могут принести трость, предупредить о препятствии и просто побыть рядом, когда одиноко. Это не питерская парадная, это ивановский подъезд. 3D-картины на стенах жительницы 8 Минеевской рисуют просто для души. В этом выпуске мы познакомим вас с художницей. Заботишься о безопасности и хочешь знать, что происходит в твоем дворе на парковке или детской площадке? Звони 93 93 93. Интеркомтел. Неспешный ремонт моста через Казаху в Кенешме обеспокоил местных жителей. Два месяца работы практически не велись. На днях появилась техника. На реконструкцию переправы город получил более 67 миллионов рублей. Ремонт моста начался в июне. Сегодня проектом предусмотрена замена опор, балок перекрытия, дорожного покрытия. Должны заменить барьерное ограждение, укрепить откосы. Подрядчик демонтировал конструкцию моста. Уже изготовлена и установлена ферма, на которую вынесены сети компаний-провайдера и кабели связи. Прямо по мосту проходили линии федерального значения. Ремонт затянулся, потому что потребовались длительные согласования, пояснили в Кенешемской администрации. В связи с возникшим отставанием в сроках производства работ, подрядчику направлена претензия. На прошлой неделе прошло совещание в Департаменте дорожного хозяйства с участием руководителя этой подрядной организации. Подрядчик составил новый график работ и обязуется их выполнить по контракту до конца года. Держим вопрос на контроле. В настоящее время ведется армирование русловых опор. Выполнено фрезерование дорожного полотна на подходах к переправе. В ближайшее время подрядчик начнет забивать сваи. Во вторник на дорогах области два человека погибли, еще пятеро получили травмы. Так, например, в Пучерском районе водитель Лады съехал с дороги и влетел в железобетонный столб. 35-летний мужчина скончался на месте. Через некоторое время, буквально в 40 километрах от первого ДТП, водитель Лады Ларгус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легким грузовиком. Водитель немца скончался на месте, а хозяина Лады доставили в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А вот на городских дорогах не смогли поделить полосу водители двух иномарок. Владелец Красного Рено сделал резкий маневр в надежде проскочить. В результате водитель не заметил проезжающий «Шевроле» и протаранил автомобиль. Вечером проехать по Московской улице было невозможно. В результате ДТП одна из машин перевернулась и завалилась на бок. Обстоятельства выясняют сотрудники ГИБДД. Незречие жители области могут работать, ездить в общественном транспорте, ходить в магазины. Это благодаря личным помощникам – собакам, повыдарям. Несколько лет назад в области их было одна-две. Сейчас, по данным Всероссийской организации слепых, семь. Их владельцы решили объединиться. Что из этого получилось в репортаже Дарьи Костиной. Сегодня мы расскажем о необычных средствах реабилитации для инвалидов – живых. В Ивановской области собаками и повыдарями являются именно лабрадоры-ретриверы. Это очень преданные, спокойные собаки с высоким интеллектом. Они могут принести трость, предупредить о препятствии и просто побыть рядом, когда одиноко. Средства реабилитации с характером и настроением. Флай сегодня сонный. Из-за дождя, говорит хозяйка. Светлана раньше работала с трудными подростками. Ничего не видит год. Такое осложнение после заболевания. Дальше – депрессия, принятие, появление флая. Кардинально жизнь поменялась. Раньше сидела дома, пока не было собаки. А сейчас нам все открыто. Мы ходим везде. Дружба сложилась. Ну, как правило, у владельцев собак это видно сразу в первые же минуты знакомства. Уже видно, как собака принимает человека. Как человек принимает собаку, как правило, это уже с первых минут понятно. Собак-поводырей в области немного. Их хозяева объединились, создали клуб «Вектор». Общаются, делятся с секретами, а сегодня соперничают. Первый этап конкурса – выйти из зала на сцену. На дорожке препятствия, люк, лежачий полицейский, крутая лестница. Четвероногий секретарь должен предупредить и помочь обойти. Второй этап – рассказать, показать, чем хозяины собака занимаются дома. Флай, например, каждое утро устраивает вот такую минутку Лени. Екатерина после прогулки разбрасывает по квартире вещи. Послушный Ричи все собирает. Ирина на любимом огороде частенько теряет перчатки, лопатку, лейку. Хорошо, есть личная помощница Бетти. Дмитрий научил свою таби прыгать через обруч и крутить спиннер. А это Урмас – третий поводырь Виктора. Мужчина благодарен каждой своей собаке. Взаимопонимание с этим псом пришло сразу. Как он вам помогает? Я год, пока старую собаку на пенсию отправил и получил вот эту, я сходил. Что у нас тогда еще? Попа? Ага. Я не мог выкинуть из ведра, не мог там сходить куда-то элементарно. Куда сам раньше мог ходить? В аптеку, в магазин. Затем, как душа в душу, живут люди и их четвероногие поводыри, следили дети и взрослые, которые тоже имеют проблемы со зрением. Тоню очень радует происходящее, но Тоня ничего не видит. Мама Вера шепчет, описывает все. Сидят около каждого кухонного хозяина, и Тоня уходит. Все. Урмас там берет, поводок грызет. Урмас, Флай, Таби, Ричи, Бетти – все воспитанники специальной школы, которая находится в подмосковной купавне. Ее представители приехали в Иваново посмотреть на бывших подопечных. Поводырей выращивают, социализируют. Когда им исполняется 10 месяцев, приступают к дрессировке. Длится она примерно полгода, проходит в том числе и с будущим хозяином. То, что они делают, это нужно и им, и, в общем-то, собакам. Они заняты, они целый день придели. И это нас очень радует, конечно. Свою Бетти Ирина получила год назад. С ней и в магазин, и в детский сад со младшей дочкой. Ирина говорит, мир стал еще ярче. Ее мир. Она очень темпераментная, позитивная очень. Потому что я сама человек такой активный. И образ жизни у меня активный. Вот, поэтому она такая же у меня тоже. Бетти, сидеть. Молодец, умница. Это мои глаза, это мое мироощущение. Потому что без нее я бы не смогла бы вот сейчас активно двигаться, активно ходить. А это случайные кадры. Конкурс и съемки закончены. Бетти без команд и напоминаний забрала свои вещи. Их с Ириной уже ждут дома. Дарья Костина, Григорий Марсьянов, телекомпания «Барс». Глицинии, пальма-юка, дельфины и кирпичная кладка. Все красоты Крыма теперь можно увидеть в Иванове. Жительница с 8-й Минеевской улицы рисует 3D-картины на стенах своего подъезда. Что же подтолкнуло ее на такой шаг, узнала Алина Марычева. Сначала камешки, сначала мелом. Я начала рисовать мелом. В голове сразу эскиз появился, то есть без бумажки, без всего. Полторы недели ушло у Людмилы Вавиловой на эту стену. За ней расписала еще несколько. Рассказывает, все детство ходила по художественным кружкам и школам. Но в этот раз нашло отнюдь не вдохновение. Так Людмила выпустила стресс. На это повлияло. Три грустные причины. Первое. Каждый год мы летаем в Крым. В этом году не получилось. Из-за сложности с транспортом. Второе. Почти одновременно с этим не назначили операцию на сустав. Третье. После операции двухмесячная реабилитация по возвращении домой Людмила обнаружила. Кто-то расписал подъезд черной краской. Как сказал Джек Лондон, не стоит ждать вдохновения. За ним нужно коняться с дубинкой. Вот она меня и догнала. Или она. Взяла белый акрил десяток колеров. На финишное покрытие лак. По часу или два в день рисовала прямо на костылях. Глициния, пальма-юка, камсис, дельфины, кирпичная кладка. Воспоминания о теплом и невоплощенном Крыме теперь греют здесь. Хотя обычно Людмиле не нравятся собственные работы. Очень самокритично. Я могла психануть и, например, все стереть, но мне не дали. Я бы разрисовала до первого этажа все. Было бы желание соседей и были бы деньги на краски. Финансов не хватает. Окружающие поддерживают и сыплют идеями. Например, это выполнено по заказу соседам. Мы все очень близко к военному аэродрому. И нам вся тематика близко. Это военно-транспортный Ил-76 тяжелый самолет. Как это может не нравиться, когда это поднимает настроение, радует глаз. Кому это может не нравиться? Внучка с дочкой у меня приходит. Очень довольна всегда. Всегда доволен творчеством мамы и солнечный ребенок Миша. Он, говорит Людмила, для нее больше поддержка и опора, чем она для него. Вышел мой сын, посмотрел, нарисовал своих супергероев, любитель марвелов, подписал каждого и ушел домой. Я вообще не любитель, чтобы со мной кто-то разговаривал, когда я рисую. Я в одиночку. Например, слышу, кто-то идет. Я тихонечко домой ухожу, пережду. Единственный, кто наблюдал за всем процессом, стал главным героем картин. Кот Пусик. Теперь он же символ, который прохожие гладят на счастье. Алина Марычева, Сергей Тютин, телекомпания БАРС. Теперь о погоде. Что прогнозируют синоптики на ближайшие сутки? Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Две минуты запись на прием, 30 минут диагностика, 20 минут бесплатная сдача анализов. 40 минут лазерная процедура. Всего полтора часа и варикоз прощай. Клиника варикоза нет в Иваново. 300-300. В четверг в нашем регионе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем плюс 4, плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. В ближайшие дни синоптики обещают кратковременные осадки. В ночные часы нас ждет сильное похолодание. Внимание! 23 октября. День распродаж в Текстильном центре Рио. Все товары в розницу по оптовым ценам. Все значительно дешевле. 23 октября. День распродаж в Рио. Приглашаем! Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иваново Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 58-77-77. Я с вами прощаюсь. Удачи всем. Хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова